Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о самых интересных фактах в Республике Корея. Давайте с вами сориентируемся по карте и поймем, куда же мы с вами отправимся. Посмотрите на Корею на карте мира. Она находится в Азии, а именно на Корейском полуострове. Действительно, это очень легко запомнить, что Корея находится на Корейском полуострове. Как же выглядит флаг Кореи? Давайте на него посмотрим. Что на нем изображено? Белый цвет является национальным цветом Кореи. Центральный элемент состоит из двух частей, красный и синий, и означает «инь и янь» — великие начало восточной философии и символизирует гармонию. Давайте с вами расшифруем символы, которые расположены вокруг центрального элемента на флаге Кореи. Эти элементы называются триграммы, потому что они состоят из трех черточек. Мы с вами начнем с верхнего левого угла и пойдем по часовой стрелке. Первый из них означает «небо», «юг», «лето» и «стихия воздуха». Следующие по часовой стрелке означают луну, запад, осень и стихию воды. Следующий из них в правом нижнем углу означает землю как планету, север, зиму и землю как стихию. Следующий означает солнце, восток, весну и огонь, что отражает основы гармонии корейской философии и ее связь с природой. Сами корейцы называют свою страну Техомингук, а есть у Кореи еще одно поэтическое название – Чусон, что означает «страна утренней свежести». Это старинное название Кореи. Корея – очень современная и высокоразвитая страна, и мы в этом убедимся, если посмотрим на ее столицу – город Сеул. Посмотрите, сколько там небоскребов. Один из самых известных и самых высоких небоскребов называется Юксан Билдинг. Сколько в нем этажей, как вы думаете? В нем 63 этажа, однако только 60 из них находятся над землей, а три этажа подземные. А самый высокий – это Лотте Тауэр, в нем целых 123 этажа. Но есть в Сеуле и очень старое здание традиционной корейской архитектуры. Вот, например, дворец Кёнбукун в Сеуле. В переводе означает «дворец солнечного света и счастья». Это очень древний дворец, построенный в 1394 году, и построил его для себя король Хэ Джо, основатель династии Чусон. Еще одно очень известное и важное здание – это Чхон-Вадэ, дом под голубой черепицей. Это резиденция президента Республики Корея. Также визитной карточкой Сеула является знаменитый радужный мост-фонтан. Тем не менее, в Корее очень любят природу, и каждый кусочек земли в каменных джунглях Сеула превращается в настоящий зеленый парк. В Корее, как и в России, четыре времени года. Есть и весна, и лето, и осень, и самая настоящая зима со снегом. Многие люди ездят в Корею учиться. Там очень много школ, академий, университетов, и дети, и подростки очень любят учитать и учиться. А когда они получают образование, то становятся очень хорошими добросовестными работниками. Трудолюбие – это неотъемлемая часть культуры корейцев. Также даже отпуск в Корее длится всего две недели в году, в два раза меньше, чем в России. Корейцы так любят учиться, потому что корейские книги очень хорошие, особенно детские. Раз в год в Корее проходит международный фестиваль детской литературы, который проходит на острове Нами и называется Намбук. Корейская кухня знаменита на весь мир. Она в целом очень острая, и при готовлении блюд обильно используют пряности, особенно красный перец. Из-за него многие корейские блюда имеют характерный красно-оранжевый цвет. Перчёная еда ценилась очень высоко, а понятия «вкусный» и «острый» в корейском языке стали синонимами. Одно из основных блюд корейской кухни – это кимчи – острые тушёные овощи. Как и в кухнях соседних народов, основная еда корейцев – это рис. Для корейцев он – неотъемлемая часть стола, так же как и хлеб, для многих европейских народов. Корейский национальный костюм называется Ханбок. Он очень элегантный, красивый и в женском, и в мужском варианте, в чём вы можете сами убедиться. А теперь вопрос. Пишите свои ответы в комментариях. Едят ли корейцы морковку по-корейски?